Всем привет, все здоровы, маленький ребенок моей сестры здоровый, я себя прекрасно чувствую в спорте, никаких усталостей, вот это для меня результат. И когда я читаю предпоследного прожитого моего опыта с статью о какой-то полезности, какого-то вещества или не полезности, я начинаю сомневаться в правильности, вообще тени таких вещей. Далее, в кудизме есть такая, скажем так, новая флория, догма, что ты должен понимать за все и против, хорошо и плохо, но при этом ты не должен реагировать. Вот примерно так, как можно принести нашу сетельную тушь и вообще систему на прессу и на телевизор, то есть ты должен принимать эту информацию. Каким-то личным опытом ты должен понять, хорошо это или плохо, но все равно ты не должен реагировать, ты должен пробовать и свой личный опыт обрабатывать, механизм, который тебе ответит на это. И все же B12 ты не употребляешь, это будет интересно, и как? Я не употребляю его, потому что я не знаю, сколько бы пытался посчитать на себя, я говорю, я не знаю, что он, как он устроен, почему, я, ну, то есть я себя хуже не чувствовал до того, что... И мало того, что я сомневаюсь, что с мясом попадает достаточное количество B12. У нас, мне больше нравится теория, теория уголевого, по поводу теории, теории адекватного питания, и он говорит, что у нас саморегативная система. То есть нам нужно не делать, скажем так, уклонно то, чтобы употреблять продукты, которых не хватает, а нам нужно получать те инферменты, которые помогают организмам их обрабатывать. То есть у нас в железах наши синтезируются практически все эти инферменты, но это доказывают люди, которые не едят, там, длительное время, да, и даже те же подняли, допустим, это неправда или правда, это не нам судим. Но есть такая версия, почему бы ей не воспользоваться, что организм вырабатывает все, что ему нужно. Нужно просто ему не мешать. И поэтому, например, славанская методика истыка определенная, она, вот, ты доходишь на проливанное состояние, когда ты своим эмоциональным состоянием, умственным состоянием и физическими упражнениями, ты вырабатываешь определенные методики. Например, чтобы вырабатывать тестостерон, тебе нужно приседать, приседать с весом каких-то, делать какие-то прыжки. То есть физические упражнения, они помогают организму, скажем так, вырабатывать то, что недовырабатывается. Или то, что... Единственное, что тут нужно в УКОН сделать, это сократить попадание ненужных веществ. То есть вот на это надо смотреть больше. То есть я так себе задачу поставлю. А то, что нужно, организм сам подскажет. Ну, а я есть у меня потребность. Я почувствую, что мне нужно 2 грецкого репа готов на меня есть. Я буду его есть. В принципе, у меня так сейчас и происходит в килограмме всегда. Но я думаю, что... Если есть у меня потребность, если ты чувствуешь, что не хватает каких-то элементов, и тебе доктор сказал, где-то не веришь, попробуй растительные продукты с этим микроэлементом и посмотри, как будет происходить. Как? В грецком репе считайки. Там комплекс П. Вообще, не так важно П-12, как П-2 и П-6. Они помогают... Они этот процесс налаживают. И я читал, что в грецком репе есть П-12. Это... Я знаю. Есть какие-то еще вопросы? Ну, парад пробивает. Я очень считаю, что питание такой черты, что оно должно быть не процессом. Вот надо сесть поесть, да? А вот хочешь съешь, хочешь не ешь. Обычно это, наверное, если я на сборах где-то, то это... Ну, 3 раза в день, наверное. Обычно есть завтрак, плотный обед и, возможно, после вечерней тренировки какой-то ужин. Это салат, фрукты, орехи. С определенным промежутком времени, там, час, полчаса, по ощущениям. Да, ну, в принципе, думаю, 3 раза в день не могу тебя. Могу раз. То есть тут, если ходить тяжелые деньги, то нужно там все время ходить, как бы на ногах и каким-то экскурсиям, или там, по соревнованиям едешь, там, поезд, или целых возможностей, то можно целый день не вытролять пищу, при этом, если я чувствую прекрасно, и нет какой-то слабости, и неуверенности, что я не получил то, что мне... ну, не получил какую-то... зарядные деньги. Зарядные деньги, которые могут быть очень сильно, в целом, в целом, в целом, в целом, в целом, в целом состоянии. Так. Игорь, а вес, убитка, из-за того, где есть? Ну, вес, это вообще не межговор, у меня вес был, ну... Я, в общем, думал, что у меня будет очень сильно, но у меня, в принципе, если говорить о краснете, то у меня падал на 5,5 грамм, падал, потом на 5,5 поднялся, и в районе вот этих вот 3,5 грамм сейчас поднимается на зиму, лето опускается. Ну, сейчас уже, приблизительно, 7 месяцев нестабильный вес. И я, опять же, почувствую это не с питанием, а с какими-то внутренними ощущениями, переживаниями. Вот, мне нужно сделать такой вес. Ну, значит, надо. Значит, в нем повышается фотоспособность мой, например. Нужен организм, чтобы было теплее было. Откладываться какой-то, там, предназначенный, ну, пробовать жиров, надо, чтобы было теплее. Если не в таких масштабах, как, быть вместо едов, или у людей, которые не здорово пытаются, то... Но все равно есть какой-то, там, с какими нашими детствами. Конечно, я хочу быть в этом моменте, кроме того, что надо следить за своим питанием, нужно следить за своим режимом дня. И я думаю, тут есть люди, которые читали Веды, и хотя бы знакомы с ними, что по моим Веде даже, да, жизнь меня должен быть связана с Солнцем, да, и ты должен вставать, когда Солнце встает, и ложиться, когда Солнце садится. Ну, я скажу, что это сложно, конечно, в амбонистическом другом мире, но ощутить на себе это, попробовать, вот просто проэкспектировать. Для меня тогда, хоть я иду с другого в моей жизни, но я часто поздно ложился, потому что в компьютер, сами понимаете, это глубо отвлекающие мысли это. Но когда ты начинаешь менять свой режим дня, вернее так, когда ты меняешь свой режим отдыха, ты больше выделяешь времени вечному себе, чем каким-то любым процессом, то жизнь меняется. И тут питание, все входит на втором плане. Ты становишься таким, опять же, ближе к природе, и ты понимаешь, что в этот момент, когда Солнце встает, организм все пробуждается. То есть тебе нужно пробуждаться, да? И в этот момент ты пробуждаешься, и тебя как-то день быстрее проходит. И за утреннее время, там, за 12 часов дня, ты успеваешь сделать все, что ты планировал на весь день, и после 12, тебя куча свободного времени занимайся то, что тебе нравится. В принципе, это так было нашими предками и поставлено, что мы занимаемся вашим хозяйством там, добрый, двух часов, для дещинения на счет этого. Занимайся то, что тебе нравится, да? Занимайся своим каким-то предназначением, творчеством. В моем случае это спорт. Не хочется ничего. И режим сна, конечно, очень важно ложиться до 10, максимум до 11. Потому что, как по Айрубеде написано, что помимо Айрубеда есть еще и славянские знания, есть еще и маяцкие знания. Здесь все одинаково. Я упомянул вот эти вот народы. Я понимаю, что истина, она одна. И что солнце, оно одно, и надо по нему уже прыгнуть. Так вот, с 10 до 11, с 10, по-моему, до 20 до 11, все отдыхает больше физическое тело. Потом отдыхает... Не, не физическое. Да, физическое тело. А, разум из-за него. Разум отдыхает. После этого отдыхает эмоциональное тело. Уверение физическое тело с 11 часов. Сейчас до 3 отдыхает эмоциональное тело. То есть, понятно, что ты естественно делал дискотеку, пришел только в 4 часа, но никакое твое тело не отдохнуло, и утром ты будешь лягом, ничего не успеваешь, и, ну, грубо говоря, будет тяжелая проблема. Можно еще? Да. Такой вопрос. Вот здесь собрались в основном, ну, или, наверное, там. Есть соблюдать вяга на инвизарианцию, и, может быть, у кого-то исключить, что, если они просто перейдут на... ну, то есть, вот, пытаются, вот, то они сразу, как бы, они получат здоровье, и все будет хорошо и так дальше. Можешь сказать, или нам, ну, необходимость развивать университет свое тело, понять, необходимо предъявить упражнение, заниматься спортом. Возможно, у тебя в семье не все спортсмены, но как ты их поддерживаешь в этом области? Переходя на ссоредение, например, или на вегетарианскую упражнение, конечно, вегетарианство, или избавление от каких-то продуктов, не является панацеей. Это, может, какая-то ступенька для вашего развития. Тут, опять же, я уже повторился, режим дня. И немаловажно, конечно, есть физические упражнения. Мне кажется, что просто в нашем образе жизни, опять же, в эмбанистическом, в больших городах, это необходимо уделять этому времени. Конечно, в провинции это легче делать, потому что у тебя реально хозяйство стоит, и тебе надо все время физически работать. Это йога, это всевозможные тренажерные залы, кому как хочется. У меня, например, в семье нет такой проблемы, потому что у меня отец спортсмен, сестра у меня родила маленького ребенка, и он все ее физические упражнения помогает мне делать. Поэтому единственная ее проблема. Вот. А мама у меня начала заниматься йогой. И вот, лично, вот, например, у своей мамы я скажу, что, например, у нее было одно состояние, она здоровый человек, она здравомыслящая, читает много книжек. Но когда она начала заниматься физическими упражнениями, у нее еще увеличилась скорость роста, как личности, как какого-то духовного существа, да, то есть она понимает, что, да, есть еще и тело, которое нам дается, это единственная материальная единица, которая нам дается, которую мы потерять, или выкинуть, или поменять, мы не можем. Мы можем только ее улучшать, или ухудшать. И, ну, машину мы покупаем, да, можем ее выбросить, даже, сколько бы она не стоила, мы можем ее поменять, разбить. Тело одно. Поэтому, конечно же, важность физических упражнений, и, ну, не столь важно, в каком курсе вы работаете, в силовом, в скоростном, просто гибкость, или в комплексе это все, просто нужно уделять время своему телу. Это как ребенок ваш, да, вы должны любить его, вы должны ухаживать за ним, как девушку, можно на логику провести. Вы должны его любить, вы должны приносить ему подарки, и не мешать ему просто быть собой. Вот так. Конечно, тут много, то есть сейчас нет проблем, я думаю, со спортом, даже того же Голдиса возьмите. У него идеальная методика, вот просто обучитесь, я думаю, слышали, да, Голдис? Да, то есть у него идеальная методика для людей, у которых нет времени, например, для практических, каких-то там, культов, пойти в зал, или там, тренироваться спортом конкретно. Все просто, делить вас своему телу и при этом будешь себя свободно чувствовать, и окисительные, расстоятельные реакции, которые помогают сделать, и попадание микроэлементов в определенные органы, когда травмы, физическое упражнение только стекулируем. А как Голдис? Голдис? А он просто на Голдисе, я не помню его экофамилию, но это его имя, не теряет для системы. Это он, нет, это тот, кто придумал эту систему. Ну, мы тратим еще только информацию, то есть, можно сказать, Слушайте. Да, еще какие-то вопросы? Хотел? Пробую. Ну, на вещь, конструкцию, все, и все, какие, конечно, если говорить о идеале, то на сыроедении, уже какая потребность в воде, она уменьшается. Я думал, с этим стало, когда вы сыроедите. Я буду знакомы. И, если структурирована эта вода, она попадает в ветки, она насыщает достаточно. Но когда у нас питание, более-менее направлено на другую сторону, нет достаточно большого количества воды, потому что при жарке, при парке, вода, она имеет свойство при температуре испаряться с каких-то овощей. Конечно, надо употреблять извне какую-то работу. То есть, я сейчас повторяю, надо брать тоже ближе к перегроте воду. То есть, опять же, правило естественности работают на 100%. Родников, талу, всевозможные, если там, коралловый клуб делает, эти, мешочки с кораллами, которые насыщают воду и поднимают ее, как если там, если там, если там, если там, если там, то салтом, до селёного уровня. Есть определенные аппараты, электромагнитные, которые воду наполняют. То есть, надо, водой надо беспокоиться. Я уже говорил, что реально, если вы чувствуете жар, то надо идти. Если, и для подмены, это тоже очень важно. Поэтому надо, все равно, идеальная, говорит, родниковая вода, в том месте, ну, есть такое поверье. Но, речь там, фото, это, ну, я думаю, это очень важно. Расскажите, про свой сон. Сколько, когда, что происходит, как происходит. Есть, ну, частый вопрос, ты ютубый сыроед, что там пишется в Интернете, что тебе достаточно 5-6 часов, и ты восстанавливаешь там. Может, через пару лет меня это так произойдет, но, количество сна уменьшается. наполнение энергии увеличивается. То есть при употреблении больше растительной пищи, это все зоологически просто, ты становишься легче, так сказать. То есть организм не тратит энергию на переработку пищи, а какие-то процессы, которые не есть природой в твоем организме. Поэтому, соответственно, во время сна ты лучше восстанавливаешься, потому что организм направлен только на удовлетворение, если по солнцу говорить, как мы и увидим, только на удовлетворение каких-то энергетических наполнений, определенных ума, эмоций, физического тела. Я хочу довести себя до того, что у меня мечта, в 9 ложиться, в 4-5 вставать, при этом в утреннее время уделять все медитации. Это идеально. Но сейчас я к этому медленно подхожу, и это все приючка. И если заложиться в 10 часов, то будет достаточно высыпаться. Но максимум 8-9 часов, больше не нужно спать. Вот больше 8-9 часов, если вы спите, тут происходят уже такие процессы, которые тяжело себя поднять, тяжело, скажем так, энергетически себя зарядить, на позитивный день появляются какие-то эффективные факторы. По аюрведе и по славянским ведам, если ты встаешь после 6-7 часов, чем дальше этот порог увеличивается, тем меньше у тебя жизненных сил. И тем больше у тебя каких-то других проблем. Проблем со здоровьем, проблемы с близкими. Поэтому все очень важно. У меня, вон, сейчас я работаю над этим очень перпатливо, если посчитать 8 часов, мне достаточно. Я думаю, что если тренировать свой конец, можно довести до 6 часов, и этого будет достаточно для полного наполнения медитации. Ну, это когда сокращение получается. Да. Сокращение является, скажем так, угнетением. То есть ты можешь сокращать, так же, как употребление пищи, как официент усваивности, я повторюсь, как и самое во сне. То есть ты сокращаешь, но ты улучшаешь качество. Промежуток времени, да, определенный. Или это спокойствие полное, перед сном, не о чем не думаешь, ничем это. Тело начинает отдыхать, оно тебя дает. Чем оно может отдать, если ты им занимаешься, ты даешь ему отдохнуть, но оно не может тебя обратно не дать. Это просто законы. Спасибо. У меня парень, знаешь, у меня как-то это все в какой-то такой кругом ракурсе, но я сразу же, конечно, поменял на органический, на шансовый ракурс. И... И... Идеально. Я хочу дать тебе до того, чтобы... Мне просто любят, потому что я просто... И... Может, чтобы если съешь какой-то продукт, который... Ну, например, Ты будешь здесь что-то, там, возьмем стрелки, ну, бурла, ларясь, дасть, бахнуть бургом или чесноком, то есть, как у него. Органика, конечно, нужно, все равно, процессом аналогичным, например, приходу на среду. То есть, ты можешь кушать мясо, потом ты скажешь, что это мясо, потом съедать. Как я тут, да, ты постепенно применял этот процесс. Конечно, идеально, то есть, два пригодных, есть много людей. Я к этому отношусь очень адекватно, и в будущем, когда я осознаю, что мне это нужно точно, я, конечно, я приятный сутки, да, у меня нет лишних запахов этих экономических средств, каких-то, когда просто, там, конечно, бурникой в воде смылся и как раз со своими чувствами, знаешь, в горах, это все идеально. То есть, ну, ждем, когда. В промежуточный этап органов. Ну, смотри, лучше, я тебе скажу так, когда ты просто в середине, если, например, я дам вот эти какой часа с воды, и только лук и чеснок можно чеснуть дать. То есть, что мне это важно. Соль? Не соль. Соль это то, что, как, добавка, это тоже дает очень вкусно. Ее тоже можно чеснуть. То есть, все постепенно, знаешь. Но то, что лук и чеснок, это не продукт питания, я почему так верю. Это спец. Она... Сколько, вот, как лекарства. Есть растения лекарственные, да? Есть растения обыдетных, скажем так. Так вот, лук и чеснок больше относятся, мне кажется, к кашу. Где-то можно уже гадить и к кашу. Но на переходах, на переходах, в этапах заведения в моей семье это какое-то какое-то количество лука и чеснока. И равно, когда можно дать себе возможность, но это не терапевтические продукты. Говорят же, что в моей семье, да, у нас определенные продукты, они не хватает с нами в этой состоянии. И если тебе не хватает чего-то острого в жизни, если тебе не хватает каких-то эмоций, ты употребляешь себе продукцию. И, наверное, на среде, когда ты отказываешься от чего-то, тебе этого не хватает, тебе что-то недостаточно. Поэтому ты становишься таким луковым маньяком, чтобы не чеснок. Ну, реально, я никогда не думал, что кто-то просит. Но это требует отношения. Ну, мне кажется, больше далекарственной, больше к специям. Да, есть еще какие-то вопросы? Интересов больше. Ну, в принципе, я думаю, что можно уже заканчивать.